Приветствую вас, друзья! На связи с вами Моряк, он же Куликов Сергей. Итак, друзья мои, что-то давненько мы с вами не занимались порядочным обзором колод. И поэтому сегодня я покажу вам колоду Хойли. В прошлом месяце ее выигрывал лучший комментатор под ником Женек С. И он дал добро на то, чтобы мы посмотрели на эти карты. За это ему отдельное спасибо. Ну что ж, давайте посмотрим, что они себя представляют. Итак, друзья, колода Хойли. Колода Хойли это тоже колода, которая относится к разделу классических колод. То есть наравне с картами Bicycle Standard, B Standard, Tali Ho, Phoenix. То есть вот это вся та же самая серия. Бывают эти колоды в двух цветах, в красном и в синем. Значит, сегодня мы с вами будем смотреть в красном цвете. Итак, значит, колода Хойли, Playing Cards, да? То есть игральные карты Хойл. Poker Size, значит, покерный размер, Plastic Coated, как мы видим надпись, да? Plastic Coated, это значит, пластиковое покрытие. Итак, значит, колода таких вот белокрасных цветов у нас. Здесь написано Хойли Продуктс. Как я понял, Хойл это такая отдельная торговая марочка. Так как здесь стоит такая малюсенькая буковка R. Так, значит, здесь у нас надпись Хойл Покер Сайз. Ну и надпись, что это United States Playing Card Company и так далее. Здесь также надпись Хойл Продуктс и надпись сверху Невада Финиш. Это такое вот покрытие. Как мы знаем, есть Air Cushion Finish и т.д. и т.п. Вот есть еще и Невада. Ну, на рубашечку мы с вами посмотрим на самих картах. На ярлыках точно такие же предупреждающие надписи о том, что весь дизайн колоды принадлежит United States Playing Card Company. Итак, давайте мы откроем коробчоночку. Коробчонка такая внутри беленькая. Так, мы отложим это все дело. Да, ну, как обычно, здесь идут пластиковые, точнее не пластиковые, а рекламные карты. Здесь, значит, просьба, точнее не просьба, а предложение посетить их сайт и присоединиться к ним в соцсетях. Итак, значит, два джокера какие здесь. Вот такие вот джокеры в колоде Hoyle. Значит, на одном просто надпись Accarding to Hoyle, на другом, на другой джокере. Другой джокер у нас является гарантийным. Здесь такая забавная рожица нарисована, которая держит такую палочку, тоже с такой же забавной рожицей. И здесь написано, значит, Hoyle. Ну, вроде как, если найдете дефектную карту, то не используйте ее, верните. То за пик и дефектную карту по адресу, и вот, собственно, адрес указан. То есть, это, если что, гарантия. Такие вот, значит, здесь джокеры. Туз Пик. Туз Пик. Вот, выполнен вот таким вот он образом. То есть, мы видим надпись Покер. Видим такую вот пиковую мазь с надписью Hoyle. И надпись Hoyle Products. Вот такие вот картишечки. Ну, давайте сразу же посмотрим на рубашечку. Рубашечка у нас вот такая красная. Чем-то напоминает Bicycle Standard. Вот. Но только за место привычных нам ангелочков здесь изображены морские обитатели. А именно, такие вот русалки, которые держат символ червовых мастей. И такой вот тритончик, который держит ракушку с жемчугом в одной руке. И трезубец в другой руке. Ну и, конечно же, это изображение, это изображение зеркалится с другой стороны. Вот такая вот у нас рубашечка. Итак, это был пиковый туз. Далее. Сама колода. У самой колоды, вот что меня порадовало в этой колоде, изменены индексы. То есть, пропись немножечко другая. И главное, что меня прям очень порадовало, это изображение в старших карт. То есть, они другие. Не как в байсиклах стандартах. То есть, одни и те же хари, которые уже приелись. И вот их здесь нет. Ну что ж, давайте посмотрим. Собственно, вот обратите внимание, вот такие вот у нас индексы. Отличаются они. И посмотрите, какие, значит, здесь изображения. Вот такой вот у нас валет пик. Такая вот дамочка. Король. Бубновые масти. Да, по цветам здесь различий, кстати, нету. Ничего не затянем ни но, не засветлено. Все точно так же, как и было. Такие вот у нас валет буби. Дама буби. Король буби. Король крести. Дама крести. Валет крести. Ну, с вами, собственно, карты. Далее король черви. Дама черви. Валет черви. В принципе, они нарисованы в том же стиле. Вы заметили? Червовый валет также с лепестком. Бубон ночь. Крестовый валет примерно похож. Да, бубновый король тоже, видите, похож с этой ладошечкой здесь. Но вот именно лица, именно сам стиль исполнения уже другой. То есть, вот такие вот карты. По жесткости, я скажу сразу, они чуть-чуть пожестче, чем, например, фениксы. Вот. И это как-то добавляет какой-то такой вот особенности. Работать с ними прикольно, хочу сказать сразу. То есть, тасуются они прям на ура. То есть, все с ними проходит хорошо. Раскладываются. То есть, все отлично. Соответственно, веерятся. Друзья, вот что еще хочу сказать. Большой плюс этих карт, то что они дешевые. Вот на данный момент, на этот момент, да, они, по-моему, стоят 300 рублей. То есть, ну, это фигня, скажем так. Самые дешевые цены для колоды. Поэтому советую вам, если вы не располагаете большим бюджетом, если вам приелись классические изображения старших карт, то вот рекомендую присмотреться к картам Хойл. Это прям вот хорошие картишки. Картишки хорошие. Приятно, приятно работать. Карты новые, классные. Ну что ж, друзья, на этом, собственно, все. Наш обзор закончен. На связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк. Подписывайтесь на канал, вступайте в наши группы. Подписывайтесь на рассылку 10 редких фокусов. И будет вам счастье. Ну что ж, на этом все. Пока.